Это будет многопрофильная больница со всем необходимым современным оборудованием. Кроме рентген-кабинета, УЗИ, МРТ и ЭКГ, здесь будут ещё и конференц-зал, общежитие для 200 студентов и дневной стационар на 500 пациентов. В учебно-лечебный комплекс КГМА имени Иса Ахунбаева будут трудоустроены 90 медицинских специалистов. Рад снова находиться в Баткене. Мы начинаем строительство современного комплекса КГМА. Такие необходимо строить по всему Кыргызстану. Даст Бог, в центре каждой области будут подобные студенческие городки. Наряду с улучшением инфраструктуры в областях, также необходимо заботиться и о здоровье граждан. Придерживаясь этой цели, мы начинаем с Баткенской области, как с самой молодой. Прежде всего, одной из главных задач данного комплекса будет забота о здоровье местного населения и подготовка специалистов. Хочу также выразить надежду, что строительство такого современного учебно-лечебного комплекса вдохновит медицинских работников Баткена и выпускники данного центра пополнят ряды врачей. Проект стоимостью чуть более 600 миллионов сомов финансирует КГМА. Общежитие построят инвесторы. Сейчас же стоит задача оснастить комплекс медоборудованием. И если сейчас местные жители вынуждены ездить в столицу, чтобы получить медуслуги, то уже скоро они будут доступны в Баткене. Конечно, мы все очень рады. Во-первых, пациентам не нужно будет далеко ехать. Во-вторых, студенты будут учиться здесь. Надеемся, что и здесь потом будут трудоустроены. Строительство таких объектов и создание условий для социально-экономического развития области позволит еще и сократить миграцию баткенцев. До Бишкека тысяча километров. Представляете, какой долгий путь порой приходится совершать нашим пациентам? Это я говорю про тяжелобольных. А здесь, говорят, будет все необходимое медоборудование. Конечно, это облегчит жизнь. Что касается кадров, то Баткенская область сегодня нуждается в высококвалифицированных медиках. Здесь же глава государства побеседовал с местными жителями. Они спросили про социально-экономическое развитие области и строительство инфраструктурных объектов, а также поблагодарили Садыра Джапарова за оказанное внимание и поддержку Баткенской области за ощутимое повышение зарплаты пособий. Уже после встречи с жителями глава государства дал соответствующим госорганам поручение решить озвученные баткенцами вопросы. Аяна Дюшикеева, Максатбек Аклбеков, Бактебек Нышанбай Улу и Ессентурабыкеев, ЛОТО, 24, Баткенская область.